Ультрафиолетовое повреждение Кумулятивного солярного повреждения Симонцитарное новообразование делится на три большие группы И, конечно, меланома глаза во всем многообразии своего представления Относится к тем новообразованиям, которые ассоциированы с низким Либо отсутствующим кумулятивным солярным повреждением Как в силу своей локализации, так и в силу молекулярных особенностей И, собственно, о чем уже было сказано Это образование гетерогенное Не только по своему представительству относительно различных структур глаза Но и с точки зрения патогенеза Поэтому, в принципе, можно разделить все меланомы глаза На две большие неравные группы Те, которые находятся глобально в передней камере И сюда же можно отнести конъюнктивальную меланому И меланому радужки Потому что именно в этой части обсуждается роль ультрафиолета Все же в патогенезе глазной меланомы Если говорить о конъюнктивальной меланоме То она по профилю экспрессии генов По профилю молекулярных нарушений Ближе к меланоме кожи, чем к меланоме задней камеры глаза И здесь примерно с такой же частотой Выявляются мутации в гене Браф Что касается меланомы радужки То это, в общем, такая пограничная история Здесь действительно обсуждается роль ультрафиолета Особенно для локализации опухоли в нижней части В нижнем квадранте радужки Потому что это именно та зона Куда попадает большая часть ультрафиолетового излучения И, собственно, то, что называют действительно за рубежом Увиальная меланома Действительно термин не вполне корректный Потому что он фактически в себя включает Как меланому целярного тела Так и меланому сосудистой оболочки Которая, собственно, и есть у виальной меланомы Если говорить о частоте встречаемости То, безусловно, опухоли задней камеры глаза являются гораздо более частыми Порядка 90% развивается в, собственно, сосудистой оболочке Порядка 5-6% развивается в ресничном теле И, действительно, здесь отдельная клиника И только 4% это меланома радужки Что касается молекулярного профиля То вообще, в принципе, все классификации морфологические Сейчас развиваются с точки зрения учета молекулярных особенностей новообразований И молекулярные перестройки являются таким методом Который позволяет подтвердить, что мы действительно имеем дело с разными новообразованиями И у виальной меланомы характеризуются, в отличие от других Патогенетических вариантов меланцитарных новообразований Характерными перестройками, которые часто вовлекают гены GNAQ и GNA11 И, вероятно, это ранние мутационные события Потому что они выявляются в многих невусах этой локализации Что касается вот этих вопросов, которые в табличке представлены То, если мы возьмем меланому кожи То она сейчас рассматривается как процесс этапный Этапного последовательного прогрессирования По мере накопления молекулярных нарушений И морфологических признаков АТП или дисплазии Для у виальной меланомы вот эти вот пути Этапы пути от доброкачественного невуса До злокачественной меланомы не описаны на сегодняшний день Вопрос, существуют ли они Или это просто ограничение возможности Уловить эти минимальные изменения И диагностировать их до этапа формирования полноценной опухоли Что касается классификации подходов к морфологической диагностике То они отражены в действующей классификации Всемирной организации здравоохранения Которая сосредоточена именно на опухолях глаза Это руководство мы ждали очень давно Потому что в этом столетии Такого руководства для патологов и для клиницистов не было Это недоразумение наконец было устранено в 2018 году И на сегодняшний день если мы будем говорить о патогенезе Увиальной меланомы Все-таки о меланоме задней камеры глаза То это как прекурсор мы рассматриваем невус С ранней мутационной перестройкой в генах GNA И дальше по мере прогрессирования Есть два варианта развития событий С одной стороны при увеличении количества копий Короткого плеча шестой хромосомы И соответствующих генов Которые в этой области локализуются Развиваются опухоли первого класса К которым относятся все-таки опухоли С довольно благоприятным прогнозом И относительно низким риском метастазирования В то же время если происходит потеря Короткого плеча третьей хромосомы Или потеря гетерозиготности гена БАП-1 Или какие-то другие молекулярные нарушения Которые ассоциированы с потерей Экспрессии функции этого гена Который имеет массу функций В том числе и модификацию хроматина Регуляцию метилирования различных генов И репарацию ДНК То развиваются опухоли с агрессивным клиническим течением И высоким риском гематогенного метастазирования В пределах каждого из класса В зависимости от конкретной перестройки Опухоли делятся на 4 подтипа На сегодняшний день это очень актуальная история Очень важная классификация Потому что зачастую в клинике С внедрением органосохранных методов Минимально инвазивных методов диагностики Мы имеем дело с очень ограниченным Клеточным материалом Который позволяет нам полагаться Только на молекулярной структурной перестройке И это довольно эффективный предиктор прогноза В данной локализации Но если же все-таки опухоль достигла Определенных размеров И было выполнено органом уносящее вмешательство То мы можем, конечно, оценить ее макроскопическую презентацию Которая зависит от характера роста И от того, преодолела ли опухоль Тот барьер, который представляет из себя мембрана бруха И в зависимости от того, да или нет Мы видим либо какие-то линзовидные плоские образования Либо грибовидные образования Собственно, место сужения – это остатки мембраны бруха Что касается морфологического исследования Существуют рекомендации по макроскопическому исследованию И забору фрагментов Для адекватного анализа удаленного глаза при меланоме Они регулируются колледжем американских патологов Отечественных рекомендаций, к сожалению, на сегодняшний день нет И в силу того, что это относительно редкая локализация Вероятно, они появятся еще не скоро Хотя требуется такая работа для унификации подхода К забору фрагментов и микроскопическому описанию Результатов гистологического исследования при этой локализации И в соответствии с этим протоколом Мы, безусловно, должны оценивать локализацию образования В пределах глаза Это имеет большое прогностическое значение Имеет значение размерного образования Не только его наибольшее измерение, но и толщина А также вовлечение соседних структур Наличие экстракулярного распространения И макроскопический паттерн роста На гистологическом уровне мы должны оценить В первую очередь клеточный состав новообразования Потому что это, опять же, мощный предиктор прогноза И неблагоприятного течения этой опухоли И на сегодняшний день описывается фактически Для злокачественных образований три типа клеток Это веретиновидные типа В Эпителиоидные и промежуточные клетки Или мелкие эпителиоидные клетки Которые имеют морфологические характеристики Промежуточные между первыми двумя Если возьмем классическую литературу То отдельно еще описываются Веретиновидные клетки типа А Или невусоподобные И на сегодняшний день все-таки считается Что этот морфологический паттерн Ассоциирован с доброкачественными Меланцитарными новообразованиями глаза И для опухолей не описывается Вообще, в принципе, большинство Конечно, меланом глаза Имеет смешанный клеточный состав Но для того, чтобы его полноценно оценить Мы должны исследовать всю опухоль целиком Поэтому оценивать клеточный паттерн Или клеточный состав по малому Или ограниченному материалу Объективно невозможно И это ограничивает использование Данного прогностического критерия В реальной практике при работе С ограниченным биопсийным материалом И в соответствии, опять же, с рекомендациями По репортингу Необходимо указывать Именно долю того или иного компонента Потому что она ассоциирована С неблагоприятным прогнозом В первую очередь, это доля эпителиоидного компонента В составе новообразования И пороговым значением является 90% Того или иного типа клеток Что касается пигментации То вы видите, здесь представлены опухоли С разной степенью выраженности пигмента Как и для меланцитарных образований кожи Определяется определенная связь Между наличием пигмента Его количеством И прогностическими параметрами опухоли Возможно, это связано с тем, что Способность продуцировать пигмент Отражает в определенной степени Большую дифференцированность опухоли Что касается паттерна метастазирования То нередко мы сталкиваемся В том числе и с материалом из вторичных очагов Здесь, конечно, по толку необходима информация Относительно аномнистических данных С точки зрения наличия у пациента Новообразований глаза и печень Является преимущественным сайтом Для метастазирования Что, вероятно, связано с определенным Хоумингом опухолевых клеток Именно к этому органу И метастазы могут развиваться В достаточно отдаленном периоде И существует два паттерна метастазирования Это узловой и инфильтративный Узловой, собственно, характеризуется Локализацией опухолевых узлов Или депозитов в перепортальной зоне Перепортальной вены А диффузный характеризуется Более диффузным распространением Вдоль просвета синусоид И это характеризует разный паттерн питания Вот этих вторичных очагов И если мы имеем дело с минимальными изменениями То можем тоже оценить эти параметры Описано несколько специальных вариантов У виальной меланомы Это диффузный вариант Имеет смысл говорить о нем Потому что, как правило, это опухоль С довольно большой линейной протяженностью Но небольшой толщины Что может на клиническом этапе Создавать дифференциальные диагностические вопросы С более доброкачественными новообразованиями Ретиноинвазивно-увиальная меланома Которая, собственно, уже характеризуется инвазией В сетчатку и может создавать Соответствующие клинические проявления Меланома угла передней камеры глаза Ассоциирована с глаукомой Светлоклеточная меланома Может создавать для морфолога Определенные дифференциальные диагностические сложности И описана полостная или кавитарная меланома С преимущественной локализацией в цилиарном теле Но это не меланома, которая располагается в полости Это меланома, которая характеризуется Наличием в структуре опухоли многочисленных полостей И что, опять же, характеризует определенный паттерн Кровоснабжения и питания этой опухоли И, как и любые другие специфические варианты Конечно, все они выделяются Либо на основании разницы в прогнозе Либо на основании каких-то параметров Которые создают определенные сложности При дифференциальном диагнозе Что касается дополнительных методов исследования То у виальной меланомы, как и меланомы Других локализаций, характеризуются Экспрессией широкого набора Панмеланоцитарных маркеров Прогностическими в этом контексте Могут быть индекс пролиферативной активности И потери экспрессии белка БАП-1 Что является суррогатным маркером Выпадения функции одноименного Гена Если вы посмотрите на лист Дифференциального диагноза Который попадает Эти опухоли То он довольно широк И в него попадают Как доброкачественные новообразования Меланцитарной природы Так и злокачественные опухоли Другой природы Метастатические опухоли Что тоже возможно А также ряд неопухолевых процессов И здесь необходима, конечно, корреляция С клиникорентгенологическими данными Ну и, безусловно, нас интересуют Всегда морфологические факторы прогноза Что мы можем сделать для клиницистов Какую информацию мы можем им дать В отношении планирования наблюдения Лечения конкретного пациента И здесь, помимо анатомических факторов В виде размера опухоли Ее точной локализации Большое значение имеет Локализация переднего края Или передней границы опухоли Наличие либо отсутствия Интра-экстрасклерального А также экстракулярного распространения Что обычно возникает в зонах Эмиссарных участков Где склеру пронизывают сосуды Как правило, вены или нервы Вовлечение диска зрительного нерва И самого зрительного нерва Имеет прогностическое значение Безусловно, гистотип О чем мы уже говорили И, собственно, доля веретиновидных клеток Обсуждается значение методической активности Как и для кожных меланом И повышение методической активности На 1 квадратный миллиметр Ассоциировано с ухудшением прогноза Пигментация, как косвенное отражение Способности к дифференцировке Описано для увяльных меланом Такой феномен, как воскулогенная мимикрия Это способность опухолевых клеток Создавать каналы Которые имитируют по форме И функции сосуды И таким образом обеспечивают питание опухоли Без истинного ангиогенеза И степень выраженности этого феномена Тоже коррелирует с прогнозом А также потери экспрессии БАП-1 Что может быть оценено При помощи иммуногистохимии И при наличии достаточного количества материала Таким образом Мы имеем определенный набор инструментов Которые могут позволить нам Охарактеризовать новообразование Но в реальной практике Мы все-таки довольно редко сталкиваемся С большим объемным гистологическим материалом И в силу развития Минимально инвазивных диагностических И терапевтических методов Мы, конечно, уходим в сторону Работы с малым материалом И здесь набор инструментов нам доступных Он ограничен И молекулярная генетика Конечно, в этом отношении является Очень полезным подспорьем Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...